Скупой заплатит дважды. Жилкомсервис номер два вовремя не отремонтировал памятники архитектуры. Эти дома были построены еще в 25-27 годах прошлого века для рабочих Нарвской заставы. Сейчас здесь живут обычные горожане. За 90 с лишним лет здание ремонтировали не раз, но с последней реконструкцией коммунальщики явно запаздывают. Кое-где обвалилась штукатурка, обнажив кирпичную кладку. Жильцы недовольны, но эти дома признаны памятниками архитектуры, и ремонтировать их по обычным правилам запрещает закон. Здание, представляющее историко-культурную ценность, можно реконструировать только по согласованию с КГОП, Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. Таких на тракторной целый ансамбль. Пять домов. По правилам, ЖКС номер два, обслуживающий их, должен был еще при обнаружении первых дефектов направить в комитет письмо. Там бы провели проверку и выдали техническое задание на реставрацию, попутно найдя для подрядных работ фирму со спецлицензией. Жилищники, однако, заявку на ремонт не подали. Установили, что данные жилые дома находятся в неудовлетворительном состоянии. Управляющая компания, ЖКС номер два Кировского района, вызвана на вынесение постановления об административном правонарушении по ст. 7.13, Кодекса административных правонарушениях, и дальше материалы будут направлены в суд. Теперь управляющую компанию накажут рублем. Ей придется заплатить штраф от 200 тысяч до полутора миллионов рублей. Точную сумму определит суд. После чего ЖКС все равно будет обязан устранить все проблемные участки зданий. Правда, сперва предстоит созвать общее собрание собственников помещений, которые должны подписать письменное согласие на то, чтобы деньги из фонда капремонта были потрачены именно на эти цели. Ухаживать надо, а ухаживать у нас наша управляющая компания так стараются, конечно. Они же вот закрыли все эти места, чтобы не сыпалось на людей. Это, в общем-то, что-то они уже сделали. Наверное, я так думаю, что, наверное, будут делать. Процесс приведения домов в порядок затянется не на один месяц. Пока рассмотрят заявку, пока выделят деньги, пока найдут подрядчика. А жильцы, как и прежде, будут с тоской возвращаться в свои дома-памятники с потрескавшейся штукатуркой. Редактор субтитров А.Семкин